Я понимаю, что поздно, я очень коротко только о чувствах, с которыми я уезжаю. Я была второй раз на подобном мероприятии, первый раз на ПАСО, но в 2011 году я впервые попала на медико-миссионерское лагерное в новых обиходах. Тогда я увидела впервые эти проекты, и тогда очень мало было в России, только какие-то искорки. Но именно на том лагерном было много представителей России, и Украина молилась, чтобы было возрождение. И то, что я увидела, это восторг, это пламя, это Господь изливает дождь последний. Я так вам благодарна. Это потрясающие проекты, потрясающие лидеры, такое многообразие. Просто, знаете, сердце выпрыгивает от восторга, что есть это возрождение. И знаете, самое главное, я очень жду пришествия, потому что там меня ждет сын, которого Господь забрал. И я знаю, что теперь пришествие скоро, потому что пророчество исполняется. Спасибо вам большое. Я не все сказала. Я хочу сказать, что Господь для меня устроил встречу с ним. Когда я уезжала, мои там замы говорят, как четыре дня? Как может быть для предпринимателей встреча на четыре дня? Кто может оставить бизнес на четыре дня? Все же деловые люди. За что там так долго делать? Ну, Господь устроил такую непогоду, что когда я в среду позвонила, я собиралась среди недели, ну, в смысле, среди этих дней смотаться в Москву, там какие-то вопросы порешать. Муж сказал, не вздумай мотаться в Москву, сиди там, ты видишь, какая погода. Второе. Господь отключил интернет, там, где я живу, никакого интернета, ноутбук отложи. Третье. Мегафон во многих местах просто не ловит. Тут, правда, ловит. Я сейчас не могу говорить, я сейчас не могу говорить. Выхожу, где связь есть, но уже некогда, потому что все время. Поэтому Господь создал еще один интересный момент. Сижу в зале, отвлеклись мысли. Беру телефон и хочу на калькуляторе что-то посчитать. Ищу значка, калькулятора нет. Прелистал как бы листочки дисплея. Нет. Господь сказал, слушай, ну, я тут с тобой разговариваю, ты какой-то калькулятор хочешь взять, что-то там посчитать. В общем, нету. Приеду домой, буду спрашивать у сына, как вернуть калькулятор на дисплей. Я что хочу пожелать организаторам и руководителям ПАСО? Что меня огорчило? Нужды много, дающих мало. Нужно работать с предпринимателями, нужно готовиться к встрече, делать именные рассылки, собирать адреса электронные, телефоны, узнавать, собирать списки. Людям просто нужно донести, понимаете, надо написать, что здесь их Господь ждет, что они нужны церкви, что они нужны Богу. Чтобы они не думали, а, там без меня денег хотят. Ну, надо найти мудрости и Духа Святого, чтобы так обратиться, чтобы они поняли, что надо им здесь быть. Что это важно для их бизнеса, важно для их жизни личной, для их духовной жизни, для их вечности. Чтобы они собирали не столько, сколько вчера собрали. Слава Богу за это. Но чтобы это было в 10 раз больше. Тогда больше мы сможем сделать. Быстрее мы сможем закончить дело. И быстрее придет Господь. Я желаю вам, чтобы вам Бог дал мудрости, и вы обязательно это сделали. И еще, очень прошу, сделайте 15-минутный, 20-минутный информационный выпуск. Не все выложите. Там кто-то, может быть, мы посмотрим, может, кому-то скажем, но там много, долго. Но надо, чтобы это прошло где-то по общинам. Постарайтесь это сделать. Обратитесь к руководству общин, конференции, униона. Пустите этот выпуск, чтобы те, которые не услышали, не приехали, чтобы они увидели, как это благословенно и как это нужно. Успехов вам! Пусть Господь вас ведет! Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok